В перечень общественно полезных услуг, которые могут оказывать некоммерческие организации, теперь включена и профилактика абортов. Постановление вступит в силу с 1 января 2020 года. Однако, если мы говорим о профилактике, то нужно стараться проводить ее до того, как беременность наступает. Уровень абортов и состояние репродуктивного здоровья женщины тесто связаны с современными методами контрацепции. О них мы и поговорим с нашей гостью. Это врач-акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Елена Юрасова. Елена Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с того, что в России реализуется приоритетный проект, называется он «Формирование здорового образа жизни до 2025 года». Главная его цель – снижение количества абортов на 30%. Но вот пока статистика стоит на месте или совсем как-то медленно двигается, почему? Ну, нельзя сказать, что стоит все проблема на месте. На самом деле количество абортов снижается. Может быть, не такими темпами, как нам хотелось бы, но тем не менее это так. За последние 5 лет в среднем по стране на 200 тысяч упала эта цифра. Но, конечно, безусловно, здравоохранению есть и обществу есть над чем работать. Да, хотелось бы, чтобы цифры были, конечно, выше. Стоит сказать еще и о том, что ранее Госдума предлагала вообще вывести аборты из системы ОМС. Хорошо, что Минздрав был против. Вот по вашему мнению, если бы такое решение могло приняться, чем бы это могло обернуться? Ничем хорошим, безусловно. В первую очередь, запретный плод всегда сладок, мы все это прекрасно знаем. И если запрещен официальный путь, то тут же автоматически можно ждать обходной или неофициальный путь. То есть, конечно, я говорю о нелегальных абортах. Пока процент их минимален, хотя, к сожалению, сейчас при такой доступности помощи, оказания, они все равно есть. И если запретить официально все делать, то, конечно, безусловно, и это осложнение, оно выйдет на первый план. Тем более, что самое страшное, что может быть, что может стоять за этой процедурой, это, в первую очередь, конечно, материнская смертность. Это смерть женщин. Ну вот удивительно в наше время современные слушают такие вещи, потому как это там дореволюционная Россия, да, это было запрещено, каралось тюрьмой и казнью, я не знаю, всем чему угодно, штрафами. Почему сейчас-то эти нелегальные аборты, они все еще имеют место быть? Что мешает пойти в клинику? Что? Большие сроки? Страх? Я не знаю, что? Сроки могут быть разные. Даже могут быть минимальные сроки. Не совсем понятно. Может быть, какой-то вот стыд, может быть, который остался вот тогда еще со времен Советского Союза, когда это было не модно и не принято. Может быть, какое-то нежелание вообще, чтобы кто-то узнал, потому что где-то доктор может быть и родственником, и каким-то знакомым, и женщины вообще не хотят никакой огласки и думают, что все пройдет, ну так вот, очень легко и просто, не подозревая, конечно, о последствиях. Но самое страшное, что те люди, которые помогают это сделать, даже где-то иногда на дому, о чем они-то думают? Хотя, скорее всего, они имеют лицинское образование. Ну вот, правда, страх, вы уже сказали, огласка, а тем более это касается подростков. Ну, часто бывает, да, девчонки подросткового возраста, 14-15 лет, начиная транс-половую жизнь, не знают о методах контрацепции. Может быть, и знают, но это вот из уст в уста. Вот эта работа по профилактике абортов среди подрастающего поколения, сейчас она на каком уровне ведется и вообще ведется ли, по вашему мнению? Работа велась всегда, причем особенно активно. Она начиналась вот с начала 90-х годов, 2000-х. У нас работал великолепный центр в городе Хабаровске, который по непонятным совсем причинам был закрыт. Ну, точнее, причина была понятна, он не приносил доход. Медицина не может приносить доход, потому что это помощь населению, это совсем другая структура, и нельзя ее рассматривать с этих позиций. Сейчас стало понятно, что мы можем упустить вот наше поколение, тем более, что мы упустили поколение в перестройку, сейчас подросли их дети, и как вот поколение 90-х, так и вот сейчас вот эти все молодые люди, они не представляют, не имеют определенных понятий, да, они воспитания от определенного даже не имеют, не всегда имеют, потому что, конечно, вот тогда было поколение просто упущено. Работа ведется. В частности, и управление здравоохранения города Хабаровска, программа «Здоровый город», «Здоровый Хабаровск» делается очень много. Ведется работа в школах, в средних учебных заведениях, в вузах, работа всегда шла. Но, опять же, есть некоторые моменты, которые не позволяют нам вот так активно говорить об этом. В частности, говорят, что если гинекологу дать широкую аудиторию для общения, то он будет просто расстрять малолетних. Но всегда приводим тот пример, когда, значит, на прием к детскому гинекологу пришла молодая женщина, 12 лет, у нее были жалобы в этой области, она ведет половую жизнь, и пока доктор готовит инструменты для исследования, ребенок ее спрашивает, доктор, скажите, почему у меня нет оргазма? Доктор как стоял с инструментами, так и застыл. То есть у ребенка есть свой опыт, есть анализ опыта, она не могла найти ответа на этот вопрос, она пришла к специалисту. Кто ее развратил? Гинеколог, который видит ее первый раз? Вот ответ на вопрос. То есть сейчас есть очень большой доступ к интернету, к различным другим соцсетям, и мы очень мало понимаем, что молодежь делает все, что хочет, и найдет ответы на все вопросы, которые хочет. А нужные, не нужные. Только никто, да, ключей, как это хотелось бы нам с вами. В каком возрасте родители должны начать? Вообще должны ли они говорить с ребенком вообще о сексе, о безопасности? Можно обратиться к опыту европейских стран, в частности, вот скандинавские страны. У них начинается все очень рано, и именно начинается все с семьи. Причем сюда подключаются издательства, средства массовой информации. То есть у детей есть даже такие вот пособия мультяшные, да, где просто вот этот процесс очень так вот веселый и просто... Без стеснений. Абсолютно спокойно, чтобы ребенок понимал, что это просто часть его жизни. Причем это нормальная часть жизни, а не постыдная, как раньше считалось у нас в Советском Союзе в частности. И надо сказать, что вот в Швеции, в Нидерландах у них самый большой процент вообще использования контрацепции и самый низкий процент абортов при этом, хотя все равно аборты есть. Почему до сих пор считается постыдным говорить об этом? Нет, мы сейчас ходим в школу, нас пускают в школу, нас просят приходить в школу. Причем мы выходим туда с согласия родителей. И мы не раз говорили о том, что мало того, что мы будем образовывать детей, нам бы хотелось даже иногда говорить с их родителями сначала, чтобы те не были против и даже где-то не препятствовали этому процессу. Ну и сами, может быть, узнали что-то для себя очень интересное и важное. Так вот, если еще раз конкретно сказать, с ребенком, родителю, нужно говорить об этом? Нужно. Но для этого родитель должен сам понимать, что ему говорить этому ребенку. Не на пальцах объяснять? Нет, нет. С какого возраста тогда? Ну, предпочтительнее начать такие разговоры. Хотя все дети у нас... Сейчас они так взрослеют рано. Вот вы сказали про 12 лет сейчас, про молодую женщину. Меня покоробило настолько, у меня мурашки до сих пор. А с какого возраста ребенок начинает спрашивать, откуда я появился? То есть кто-то не спросит об этом никогда. Да, это смотря какие отношения в семье. Кто-то спросит очень рано, родители отшутятся про аиста, про капусту. Вот в этот момент и надо как-то начинать готовить эту почву для более подробных ответов в дальнейшем. Ну, почему нужно с ребенком разговаривать? Безусловно. На все темы, тем более такие личные и важные. Ну, ладно дети, ладно подростки, не всегда взрослые-то люди могут напрямую спросить. Это правильно. Ладно врача, даже просто фармацевт в аптеке, подайте мне вот то-то и то-то, и на пальцах начинается объяснение, что конкретно нужно. Да, всегда была картина, когда стоит большая очередь, да, и молодой парень наклоняется к кошечку в аптеке, и вот фармацевту пытается тихо сказать там, дайте мне пастинор. Так, что она всю аптеку не слышит, дайте мне пастинор, да, значит, очень начинает уже оживляться, что он там спрашивает. Ну, то есть вот картина. Все понимают, что он спрашивает, потому как все с этим сталкивались, я думаю. Так вот, все-таки, ну, для многих контрацепция все-таки делится на два вида, да, то, что защищает от нежелательной беременности, и то, что защищает от инфекции, передающихся половым путем. То есть, а дальше мы не идем, называется. То есть, если в первом случае, даже в втором, то, что касается инфекции, здесь, ну, по-хорошему, должны быть задействованы оба партнера, позаботиться о своем здоровье. То, что касается вот нежелательных беременностей, защиты от них, это все ложится исторически на плечи женщины, к сожалению. И вот эта самая женщина порой и не знает, как подобрать грамотный метод контрацепции. Сходить к врачу, наверное, да, по-хорошему лучше? Однозначно сходить к врачу. Нет, мы проводим исследования периодически с молодежью, с населением, и, к сожалению, доктор всегда занимает далеко не лидирующую позицию. В первую очередь, наши женщины спрашивают это у подруг, кто-то спрашивает у родственников, кто-то листает цветные журналы. Но мы честно, вот с ординаторами, мы листали эти журналы, мы там не нашли конкретного ответа. И до 20-22% максимум только идут доктору выяснять. То есть, где-то ищут ответы на стороне. Но до сих пор многие женщины, если уж мы пошли от того, у кого спросить, у бабки скажут, да, надо бы и скажут, до сих пор самый хороший метод, который называется на авось, прерванный половой акт. То, что уж там женщины, мужчины тем более, да, к этому склоняются. А вот отсюда мы и видим, что статистика по абортам у нас снижаться особо и не хочет. Своим связано же всё это? Да, абсолютно верно. Где-то вот по нашим опросам до 16% доходит вот этот метод контрацепции. Это естественный метод. Причём он является абсолютно неэффективным. Да, и более того, по всем опросам мы выясняем, что он используется постоянно или рутинно. Что в принципе недопустимо, потому что достаточно противоестественно. Как я говорю своим студентам, в разовом исполнении метод безусловно хорош. Но полагаться на него просто нет смысла. Другое дело, что если пара практикует это регулярно, и ничего не происходит, и они думают, о, как круто, мы тут всё подгадали, и у нас всё получается. Мне встаёт большой вопрос, а вообще фертильна ли эта пара? Потому что нормальная здоровая пара, да, в принципе, где-то должна проколоться, простите меня за выражение. Вот. То есть если получается многие годы справляться этим методом, это далеко не так здорово. Если уж ещё сказать о том, что у мужчин это сразу дисфункция, да, возникает. Ну, хотя бы об этом нужно подумать. И у женщины дисфункция. Психоэмоциональная. Разрядки же нет, как природой было задумано. А многие всё ещё думают, что а зато без затрат. Не надо в аптеку идти, сделать дело, гуляй смело. Хорошо, если про аптеку заговорили, всё-таки презерватив. Для многих это является основным средством. Контрацепции. И вот тут нужно сказать, что это ведь и единственный метод, который защищает и от инфекции, и от нежелательной беременности. То есть большего пока не придумали. С одной стороны, это вроде бы так. Но если мы посмотрим на использование гормональной контрацепции, то по механизму действия она, с одной стороны, да, безусловно, препятствует, конечно, возникновению беременности. А с другой стороны, ведь тоже происходит сгущение цервикальной слизи, и сперматозоид, там, повреждённый или там, заражённый, он тоже не может пройти. То есть одно другому может помогать. Так называемый метод пояса и подтяжек, который практикуется в Европе именно для молодых, когда, может быть, там не совсем упорядочены половые связи, много половых партнёров. То есть вот полная гарантия. И гормональная контрацепция ты подстрахован от беременности, и барьерная ты подстрахован от инфекции. Это я читала, голландский метод называется, всё верно? Да, голландский дубль, метод пояса и подтяжек. Замечательно. Ну, кстати, если про презервативы говорим, многие знают, что помимо мужских, оказывается, ещё и женские есть. Есть. И, как я говорю своим студентам, дамокловым мечом висит массовый выпуск и продажа именно этого изделия. Нам сказали так на одной конференции, что когда эпидемия ВИЧ, перевалит уральский хребет, и Дальний Восток накроет, вот волна заболеваемости, вот тогда пойдут уже как бы оба метода в дело. То есть пока ограничиваемся мужским. А почему так? Ну, от незнания или от недоступности? Конечно, от незнания. Недоступность была в Советском Союзе, там и секса не было. И не было ничего, и ничего как бы и не было, и откуда дети рождались тоже было не совсем понятно. Вот. Конечно, безусловно, от незнания. То есть, в принципе, это доступно в аптеках? Абсолютно доступно. Можно просто опять же подойти и шёпотом спросить, знаете? Да. Я вот слышала, есть, оказывается. Всё доступно, поэтому давайте пробовать. Почему нет? Если говорим об оральных контрацептивах, всё-таки таблетки, они прочно вошли в жизнь российских женщин, но многие до сих пор побаиваются, потому что это ведь гормоны, а ведь это, наверное, я наберу лишние КГ, а ещё что-нибудь, психоэмоциональное состояние. Новое поколение оральных контрацептивов, оно отличается от того, что было в советские времена. Безусловно. Контрацептивные таблетки вот в следующем году будут уже 80 лет. С одной стороны, это достаточно много для накопления опыта, с другой стороны, конечно, это достаточно мало, потому что работа по совершенствованию движется на сегодняшний день семейными шагами. Воздействие гормональных препаратов на организм очень индивидуально, поэтому сказать, что нет, нет категорически набора веса или нет каких-то осложнений, просто нельзя. По большому счёту, мы с пациентками говорим, что пока не начнём какой-то конкретный метод, мы не узнаем, как он будет действовать. Но даже если идут какие-то варианты несовместимости, всегда можно поменять и договориться с доктором, с конкретно который начал назначать это пациентке, можно всё повернуть, поменять, изменить, взять другой метод. Всё на сегодняшний день доступно. Основная проблема – это прийти и начать этот разговор. Вот как самое замечательное, что вы сказали, что правда, рука в руку с доктором идти, и тогда можно будет подобрать то, что нужно тебе, ведь можно же ещё и импланты, гормональные инъекции, такое тоже есть. Всё есть. И то есть доза гормонов везде варьируется? Во-первых, доза варьируется, во-вторых, воздействие на организм варьируется. Вот накануне была пациентка на приёме, там проблемы с желудочно-кишечным трактом, она получает лечение, и чтобы нивелировать, а лечение нужно получать, то есть в её ситуации гормональный препарат шёл и как контрацепция, и как лечебный препарат у нас планируется. И чтобы вот именно нивелировать прохождение через именно вот желудок и ограничить влияние на печень, мы берём альтернативный вот такой путь воздействия, мы с ней используем вагинальное кольцо. Вот, тоже довольно-таки давно популярно. Да, первый раз она понимала, что есть таблетки, у неё были опасения, как они будут всасываться параллельно с лечением вот у терапевта, у гастроэнтеролога. Вот, всю проблему решили, я думаю, что она ушла довольна. И удивлённое самое главное, что есть альтернативный путь. Приятно удивлённое. Для многих, я думаю, тоже сейчас будет удивлением, что вот такие внутренние, скажем так, методы есть. Все же привыкли к чему? Внутриматочная спираль. Вот по мне, по моим ощущениям, это всё осталось во временах бабушек наших. Или до сих пор женщины используют? Процент использования ВМС большой. Хотя он немножечко снижается и несколько уступает, может быть, сейчас уже как бы гормональной контрацепции, но на самом деле гормональная контрацепция тоже не совсем так распространена, как бы сильно хотелось. На Западе где-то процентов 27. Вот стойкое такое использование, хорошее. У нас даётся статистика 12%, но я думаю, что статистика, вечно, прямо немножечко лукавит. Тем более, что пользователем контрацепции может считаться человек, ну, женщина, безусловно, который использует препарат в течение 13 менструальных циклов подряд, то есть больше года. А если женщина начала принимать гормональный препарат, её что-то не устроило, там, допустим, затошнило, ну, в принципе, это химический препарат, он имеет право вызвать какую-то реакцию. Полтора килограмма лишних прибавилось. Полтора килограмма лишних прибавилось. Попринимала месяц-два, она бросит этот препарат, никогда больше к нему не вернётся. Но всю оставшуюся жизнь она будет говорить, что она принимала гормональный препарат и винить его во всех смертных грехах потом, в 40 лет, в 50. Какие-то гормональные проблемы будут связаны только с приёмом этого препарата, ничем больше. А если уж мы заговорили о сроках, многие считают, что, ну, там, не знаю, нужно делать перерывы обязательно, вне зависимости от метода. Сколько вообще можно принимать таблетки, вагинальное кольцо? Вот такие методы. При грамотном подборе данных препаратов применяется методика столько, сколько нужно. То есть накопление гормонов, ещё что-то? Не происходит. Такого не происходит? Не происходит. А насчёт перерывов хорошо, если постоянно принимать таблетки или постоянно пользоваться вот вагинальными кольцами, здесь перерывы нужны обязательно? Не нужны. Это решили уже раз и навсегда, хотя, к сожалению, в практике это всплывает ещё периодически, причём по рекомендации врачей. Это, конечно, достаточно плохо. Вот такой миф сложился, поскольку на самом деле гормональные препараты могут вызывать, ну, как по-прочное явление, тромботические риски. Во-первых, они реализуются далеко не у всех пациенток, причём крайне вот не у всех. Но риск возникает максимально в первый месяц приёма. К концу первого месяца приёма риск снижается до минимума и остаётся вот на низком самом уровне столько, сколько женщина принимает. Пациентка делает перерыв. Там кто-то говорит месяц, кто-то три, там вот по-разному бывает, да? И начинает приём заново. Она передохнула и начинает заново, да? И каждый раз, начав заново, она попадает вот в эту зону повышенного риска и начинается всё сначала. Есть ли смысл самопроизвольно помещать себя в эту группу риска? По-моему, логики не какой. Я вот на своём опыте знаю, вот правда, насколько всё зависит от специалиста, который что-то тебе советует, было сказано, что организму нужно дать передохнуть. Но потом, почитав опять-таки в просторах интернета информацию о том, что это же перестройка опять гормонального фона, это же заново... Организм, он же не знает, что мы через три месяца начнём опять принимать. Он понимает, что ему дали всё, опять отмашку, начиная работать сам. Он-то начинает. А потом опять его по шапке нет, посиди ещё. Мы тут три месяца отдохнули, мы хотим дальше. Хаос, в организме хаос. В общем, не нужно, давай, пускай работает. Как работает, до момента, пока я не решу, что так, всё, хочу дитя. Да, да. Ну, есть такие, к сожалению, ситуации, когда нужно принимать экстренные методы контрацепции. Ну, это нужно озвучить. У нас бывают, к сожалению, случаются изнасилования, или это просто, в лучшем случае, какой-то незапланированный секс был. Здесь, в этом случае, что в помощь идёт? Безусловно, тоже есть гормональные препараты, специальные, доза в которых гораздо выше, чем вот в обычных препаратах, чисто для контрацепции. И вообще-то они были запланированы, как, ну, наверное, однократный приём в жизни и из ряда вон выходящий. Вот вы хорошо привели пример именно изнасилования. Да, так и есть на самом деле. Вот, в частности, у полицейских во Франции, всегда выезжающих на место преступления, есть пистолет, есть наручники, вот, и есть таблетка именно вот такого препарата. До прихода докторов, медицинских работников, он может, если он понимает, что ситуация именно эта произошла, он может предложить пациентке выпить эту таблетку и тем самым, ну, в общем-то, её оградить от вот ненужных дополнительных проблем, которые у неё, в принципе, уже вот есть на данный момент. Поэтому, ну, вот таким вот образом. С другой стороны, как бы, наши женщины всегда понимают, что вот каждый раз вот такой незапланированный, он последний раз в жизни, наверное, себе клянуться в этот раз. Конечно. Вот, и принимают таблетку несколько раз в жизни. Это страшно. Конечно, это страшно, это ведёт к гормональному... Это не совсем страшно, ну, это не смертельно, по крайней мере, но это ведёт к гормональному сбою. Причём к достаточно стойкому и трудно вот воспроизводимому обратно. Причём наши подростки принимают эти лекарства до нескольких раз в месяц, потому что у них каждый раз как последний. То есть вот, конечно, здесь есть над чем работать. Но это, опять же, вариант просвещения. Ну, для многих, правда, надеюсь, не для многих, для некоторых это прям панацея. Ну, есть же такая таблетка, в чём бы и нет. Это как, не знаю, по рассказам мам, видела я подружек её, там, не знаю, знакомые, соседки, которые на борт-то ходили, как, не знаю, на день рождения заходить. Нет, ты так и ходишь до сих пор. Ну, что это такое? Это менталитет у нас такой? Ну, возможно. Ну, наверное, это просто всё-таки вот низкий уровень образования. Неграмотность. Неграмотность населения, безусловно. Ну, вот, может быть, чтобы предотвратить такую неграмотность, или, вернее, походы вот эти постоянные на аборт, или принимание вот этих препаратов, которые предотвращают беременность, есть такая вещь, конечно, радикальнейшая, правда, стерилизация. Есть. Как мужская, так и женская. Абсолютный метод контрацепции. Ну, просто вот вазоктомия, да, это мужская стерилизация. В Америке каждый шестой мужчина после 35 лет эту процедуру проходит. А вот как вы к ней вообще относитесь? Ну, больше процентов Америки женской стерилизации. То есть там мужчины тоже над собой не сильно глумятся. Всё-таки женщины немножечко вперёд в этом плане пропускают. Так всё стерпит. У нас статистика показывает, что не доходит до процента. Женская стерилизация, мужская чисто спорадические единичные случаи. То есть наши мужчины к этому не готовы. С одной стороны, как бы это хорошая гарантия. А с другой стороны, наверное, может быть, не очень это гуманно по отношению вообще к организму, потому что неизвестно, в какой ситуации ты окажешься. Да, у тебя сегодня есть ребёнок, и не приведи, Господи, что-то случится, и что тогда? Потому что методы необратимы. Но это если уж там семеро по лавкам, можно задуматься. Да, в законодательстве Российской Федерации у нас же какое стоит условие? С стерилизацией могут быть подвергнуты лица старше 35 лет при наличии двух живых детей. То есть государство хотя бы вот так об этом позаботилось? Ну, будем надеяться всё-таки, что наши мужчины, они более стойкие, более смелые, а самое главное, ответственные. Правда? И всё-таки в деле профилактики абортов и вообще нежелательных всяких штук, инфекций, всего тут два партнёра должны быть ответственны. Однозначно. Однозначно оба, и поскольку, как я говорю, в процессе участвуют оба, поэтому должны и разделить эту чашу 50 на 50. Давайте делить эту чашу, и будем счастливы и довольны своей жизнью. И личной, и общественной тоже. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо большое. Я напомню, что в нашей студии была гостья, а врач-акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Елена Юрасова. Елена Антонина, ещё спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!